МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальная программа памяти Латифа Хамеди. Произведения, которые практически в последнее время не исполняли. Подробности в нашем сюжете. Каскадерская группа «Намад Станц» провела мастер-класс в Алматы. Подробности в нашем сюжете. Второй сезон сериала «Амир Достанца» дня на день выходит на экраны страны. Подробности в сюжете. Премьера песни об Астане, фотовыставка, женская лирика, кельские танцы. И все это на вечере в И-Арт. Народные артисты Казахстана, ведущие творческие коллективы и музыка, знакомые почти каждому казахстанцу. В столице вспоминают творчество Латифа Хамеди, известного дирижера и композитора, подарившего нам в оперу «Амбай» и первый казахский вальс. Присоединиться к празднованию 110-летия со дня рождения композитора мог любой желающий. Вход для жителей и гостей столицы сделали бесплатным. В качестве подарка на юбилей уникальная программа, произведения которой не исполнялись на протяжении многих лет. Ноты к затерявшимся шедеврам организаторы концерта искали в течение двух месяцев и нашли в частной коллекции. Это Калий Жаимов, главный дирижер художника Казахстанского оркестра. Он свой творческий путь начинал во времена Ахмеда Живанова, Латифа Хамеди. И поэтому у него в библиотеке, к нашему счастью, сохранились те произведения, которые были сегодня использованы. Прозвучавшие впервые за долгие годы произведения для симфонического оркестра теперь войдут в репертуар столичных коллективов. И все-таки самая яркая и обширная часть творчества Латифа Хамеди – это вокальный жанр. Он записал свыше 200 народных песен и инструментальных произведений, сделал более 100 обработок казахских, татарских, башкирских, узбекских и туркменских песен. Вы знаете, это такой композитор, который, я думаю, у каждого на слуху, вот если даже они не знают его имени, но его песни, его мелодии, его романсы практически каждый второй знают. В завершении концерта самые популярные сочинения композитора. В исполнении легендарной Бибигуль Тулегеновой песня «Бул-бул» перенесла на миг весь столичный конгресс-холл в советское прошлое. У каждого из казахстанцев свои воспоминания, связанные с этой мелодией. Ее задором и очарованием восхищались во всем мире. Я помню, когда я пела в Японии, тогда мэр города Токио подошел ко мне и говорит, «У вас там птичка есть, да?» Я говорю, «Нет, птички нет». «А как это? Кто у вас там поет?» Я говорю, «Это композитор создал такое произведение, поэтому я его так исполняю». А напоследок знаменитый казахский вальс, первый в истории национальной музыки. Это визитная карточка Латифа Хамеди. Концерт его памяти прошел ярко и насыщенно, в точности, как и жизнь самого композитора. Песни и мелодии Латифа Хамеди нередко принимают и народные. И в этом состоит особое мнение композитора. Выражать и чувствовать душевные порывы миллионов сердец. Мадина Алданбург, Латваяш, Астана. О таких людях говорят, что они и в огне не горят, и в воде не тонут. Приглашаем вас на мастер-класс главного каскадера страны Жайдарбека Кунгужинова. С вами Культвояж. Здравствуйте. Представителям этой профессии делать ошибки и халтурить категорически противопоказано. Любой неверный шаг опасен. К счастью, на матстанц настоящие профессионалы, пользующиеся большой популярностью за рубежом. Руководитель коллектива Жайдарбек Кунгужинов в рамках кинофестиваля Евразия познакомил казахстанцев с этим искусством поближе. Сейчас полным ходом идет подготовка к съемкам индийского фильма. Болливуд – это Болливуд. Даже сейчас подготовка идет еще к одной картине, будет сниматься тоже в Турции. И буквально там прислали синопсис такой, очень странный, где водитель машины должен на ходу прыгнуть, на рядом скачущую лошадь, на которой сидит девушка, и сбить ее. Делясь многолетним опытом, эксперт рассказывает о сложностях профессии, которая требует постоянно находиться в отличной физической форме и психологическом напряжении. Часто актеры, побывавшие на съемках с ребятами из «Намада», воодушевленные их профессионализмом, изъявляют желание попробовать свои силы в этом деле. Я, если честно, еще не работал как каскадер. Я только вот с ними тренируюсь, да, я в составе каскадеров. Ну, конечно, есть мечта. Конечно, было бы круто, если бы я там кого-нибудь продублировал бы там из наших актеров. Сейчас группа, основанная в 2001 году, состоит из 50 мужчин и 4 женщин. Стоит отметить, что далеко не каждая представительница прекрасного пола сможет выдержать такую нагрузку. Приходится работать равносильно, то есть так же, как и мужчины, не ныть, не плакать. Сейчас на счету коллектива сотни картин с десятками зрелищных и опасных сцен. Среди них нашумевшие ленты «47 Ронинов», «Конан Варвар», «Монгол», «Дневной дозор», «Кочевник», «Ликвидатор» и сериал «Марка Пола». Несмотря на множество зарубежных предложений, главной целью команды Жайдарбет Кунгужинов называет развитие казахстанского кинематографа. Такая работа действительно и опасна, и трудна. Продолжим следить за карьерой группы «Намад Станц» в отечественных и зарубежных фильмах. Арина Курьянова, Культвояж, Алматы. Работа над вторым сезоном телесериала «Амардастан» завершена. Совсем скоро мы увидим результат. И сегодня телеканал «Хабар» презентует свое детище публике. Это Культвояж. Здравствуйте. Ахилден Килты – такое название получил второй сезон сериала, который во многом построен на словах назидания Абая. Первый сезон «Амардастан» был представлен зрителям телеканала «Хабар» в декабре 2015 года и совпал с юбилеем главного казахского поэта. Теперь мы имеем возможность увидеть результат работы большой команды профессионалов, возглавил которую режиссер Мурат Бедосов. Примечательно, что часто работа велась в весьма непростых условиях. Много нужно было в плане декорации делать, с костюмами надо было работать. И по типажу актеров нужно было как-то подбирать, чтобы они соответствовали тому времени. Первый сезон, состоявший из 12 серий, повествовал о жизни трех поколений, живущих в разных периодах времени – в 19 веке, годах коллективизации и войны. Во втором сезоне прослеживаются две параллельные истории, которые наглядно демонстрируют наличие одних и тех же проблем в обществе. В картине играют актеры театра и кино Бауржан, Каптагай, Дархан Сулейменов, Ербол Идрисов, Алия Даниярова, Гульнар Жакупова, Виталий Куприянов и другие. Результат работы – 20 серий, которые переносят зрителя в разное время и разные обстоятельства. И увидим мы его на телеканале «Хабар» уже совсем скоро. Для кого-то новый сериал телеканала «Хабар» станет экскурсом в историю. Кто-то задумается о жизни, а кто-то захочет перечитать слова назидания Абая. Алифтина Мадьярова, Культвояж, Албаты. Уже на протяжении полутора лет в шестой раз команда «We Project» организовывает мероприятие в Астане, на котором представители разных творческих профессий показывают свое искусство. Великолепный вид на город с 21 этажа Казмедиа-центра. Дружественная атмосфера, где ценители творчества могут не просто созерцать и наслаждаться, но и вести познавательный диалог с приглашенными артистами. Можно прийти в музей и посмотреть на картины и сказать, ну, да. А можно прийти, пообщаться непосредственно с автором и понять, почему он так сделал. То, что с нами навсегда. Так звучит тема мероприятия, который каждый артист раскрывает по-своему. Руслан Корсамов делает акцент на глаза героев своей портретной фотосъемки. Через альтернативный рок передает настроение, как считавская группа Light Aberration. Также на сцене блистали карагандинские музыканты Projector Band. Темиртауский коллектив Акапелла Априори и американский фолк-музыкант Рэй Элхай. Сегодня я сыграю композиции в стиле блюграсс. Это жанр, который является традиционным для американского юга. Фактически здесь происходит смешение фолка и кантри. Кроме музыкантов, на вечер был приглашен астанинский поэт Даурен Баймурзин. Гостья Казахстана, украинская певица Ева Павлова, прочитала стихи и исполнила песни собственного сочинения под акустический аккомпанемент. Прямо вот влюбилась в город, и мне здесь так пишется, пишется. Здесь какой-то такой воздух с свободой пахнет, знаете. Вот, написала недавно песню об Астане. Я ее сегодня, кстати, представлю. Одна из главных задач организаторов WeArt – это познакомить творческих людей Казахстана. И, возможно, на следующем вечере мы увидим результат этого творческого сотрудничества. Айнара Байгрунова, Культвояж, Астана. Редактор субтитров А.Семкин